Пинск встречает юных химиков и биологов. Наш город в эти дни принимает участников заключительного этапа Республиканской Олимпиады. В понедельник команды перед тем, как выяснить, кто сильнее в естественных науках, могли познакомиться друг с другом, а заодно лучше узнать столицу Полесья. С теми, кто приехал к нам за победой и кто защищает честь Пинска, познакомился наш корреспондент. Ярко, торжественно и с присущим нашему городу гостеприимством в актовом зале Полеського госуниверситета принимали участников заключительного этапа Республиканской Олимпиады по химии и биологии. У каждого из старшеклассников три тура испытаний позади, и вот время пройти самый решающий. Он ожидается и самым сложным, а потому волнительным для многих из присутствующих ребят. Определенный страх призналась нам пинчанка Ксения Карманович, представительница команды Брестской области. Она тоже испытывает, но только не перед соперниками, знатоками химии. Это сложно, страшно, но я надеюсь, что моих знаний достаточно для того, чтобы пройти достойно, с достоинством этот путь, найти какие-то новые знакомства, новые знания. У нас два тура – практика и теория. Наверное, теория для меня будет намного сложнее, потому что я не знаю, какая задача попадется. Может быть, то, что я знаю, может быть, со всем, которое что-то заоблачное. А еще Ксения верит в удачу и то, что именно ей в родном городе повезет стать лучшей. На это надеялись и представители других областных и столичных команд химиков и биологов, по регламенту состоящих из пятерок учащихся девятых, десятых, одиннадцатых классов и победителей прошлогодней Олимпиады. По моему мнению, моя база достаточно обширна, велика, потому что на области я заняла достойное место. И надеюсь, что в этом году я займу тоже место, так как в девятом классе я тоже была на Республиканской Олимпиаде по химии. На Республиканской Олимпиаде – это очень большая конкуренция, и все готовятся по максимуму, чтобы показать весь свой потенциал. Каков бы ни был боевой настрой ребят, пусть победит достойнейший. С таким пожеланием к участникам обратились почетные гости. Хочу выразить уверенность, что вы не только продемонстрируете свой высокий уровень знаний, но и смотрите в свободное время, ознакомиться с достопримечательностями нашего древнего города, чтобы лучше знать его историю, культуру. Олимпиадное движение – одно из приоритетных направлений в функционировании системы образования страны. И более 1500 учащихся, участников других олимпиад, приехали в это время на базы их проведения, чтобы соревноваться по 18 учебным предметам. В олимпиаде по химии и по биологии, которую принимает Полесский государственный университет, принимают участие 119 и 113 человек соответственно. К сожалению, детей из сельской местности недостаточно. В основном это дети представлены учреждениями образования областных центров и городов. И все же для соревнующихся был еще один веский повод особо поволноваться за победный результат своего выступления. Лучшим участникам достанутся не только дипломы различных степеней и похвальные листы, но и право без вступительных экзаменов быть зачисленными в вузы страны, где химия и биология являются профильными предметами. Кому же повезет выяснится после всех теоретических и практических туров Олимпиады? Ее итог будет подведен в пятницу. Продолжение следует... Продолжение следует...